Прокуроры сходили на проверку в эко-парк, который находится на границе Челябинска и Свердловской области. Накануне посетители зверинца забили тревогу, увидев медведя. Им показалось, что животное в опасности. Служители закона наведались в эко-парк. Что выяснили, расскажет наш корреспондент. Да и клетка-то сама какая-то странная. Но он, может, агрессивный вообще. Да, что-то незаметно, что он агрессивный. Эко-парк на границе Свердловской и Челябинской области. Внимание посетителей привлек этот бурый медведь. Людям показалось, он истощен. Неужели хозяева за ним не ухаживают? Рядом нет даже миски с водой. Посетители эко-парка заподозрили, что клетка животному мала. Сняв все на видео, люди обратились к руководству фирмы и зоозащитникам. Медведя, конечно, было жалко, что он находится в тесной клетке, в каких-то грязных условиях. Я не могла это против, неимо этого написала в соцсетях, на всех своих возможных страничках. На это обратили внимание зоозащитники. Я также обратилась в прокуратуру. После размещения информации в соцсетях и обращений в прокуратуру, на ферму наведались с проверкой. Вот только состояние животных оказалось не таким и ужасным. Руководство отчиталось, что за медведем и остальными питомцами уход организован должным образом. Потому что была проверка, все животные живы, здоровы. У них с кормовой базой никогда проблем не было. Я как человек, любящий животных, я всегда их кормлю, пою за свой счет. Мне никогда никто копейку не отдавал за это. Молодец, умная девочка. Все, у нас она сытая, плотненькая. Вот кто говорит, что плохо держится и плохо кормится, они сильно ошибаются, сильно ошибаются. И клеветой занимаются. А что клетка грязная, это мы все знали уже года полтора. Но никто не хотел денег скинуть. Руководство эко-парка демонстрирует эти кадры. Говорят, это новая просторная клетка. Чтобы перенести сюда мишку, его пришлось на время усыпить. Через несколько часов действие снотворного закончилось. Значит, у нас Маша уже себя хорошо чувствует. Еще после усыпления нормально все прошло. У него сейчас просторно. Водичка чистая, с крышкой. Сладости у него сегодня, красивые сладости с морковкой. Вот, Миша стоит, сосед наблюдает за подружкой. Маш, Маш, давай Маша, давай, давай, я внука. Кстати, в эко-парке говорят, всегда рады улучшать условия своих питомцев. Ведь бурый медведь здесь не один. Есть верблюд, олени, кролики и даже страусы. И в зверинце всегда готовы принять помощь неравнодушных. А ну-ка, давай, давай.